Динамо Казель Динамо Казель Матч против Кировской Родины стал 20-м в графике Игр Динамовцев и имел высокую степень значимости для обоих соперников. Ведь, как стало известно накануне матча, в плей-офф теперь попадают не 4, а 8 команд высшей лиги. Родина и Динамо Казань таким образом прямые конкуренты в борьбе за место в том самом плей-офф. Да, действительно было очень много споров у нас, в том числе в федерации, в исполкоме. Как вы сами прекрасно понимаете, многим командам не хотелось плей-оффа из 8 команд, потому что вроде бы они уже решили эти задачи. Действительно, сегодня мы увеличили количество участников плей-оффа до 8 команд и сделали это только для болельщиков. Сегодня, когда каждый матч плей-оффа это интрига, это интерес, это матч на убывание, мы с вами прекрасно понимаем, что у любой команды появляется серьезный шанс. И в тот момент, когда было принято решение, его с большим энтузиазмом приняли болельщики многих городов Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Кирова. Мы все делаем для того, чтобы болельщик пришел на стадион, а любая игра плей-оффа это полный стадион народов. Настоящего бренди-болельщика морозом не испугаешь, так что поддержка у Динамо Казани была соответствующая. Впрочем, и кировскую родину приехали поддержать пара сотен своих. Одним словом, весело было как на трибуне, так и на игровом поле. В первом тайме хозяевам жребий дал возможность сыграть по ветру, что в русском хоккее завсегда позитивный аргумент в пользу атакующей конструктивной игры. Не случайно, что уже на второй минуте тайма казанцы заработали право на штрафной удар, исполнять который вызвался сами Лаконен, один из лучших бомбардиров высшей бенди-лиги России. Тот самый, что уехал лечиться в свою Суоми страну и вряд ли планировал продолжить выступление за Динамо Казань, но случилось так, что Лаконен вернулся в столицу Татарстана и вышел в стартовом составе своей команды. Мало того, открыл счет с забитым голом в матче против Родины. Сюрприз да и только. Да, это, в принципе, даже сюрприз на меня был, потому что на него уже не надеялись, на его игру. Он 20 дней не играл, залечивал травму, ну там, если так можно сказать, залечивал, так как у него там разрыв крестообразной связки. Но врачи сказали, если он, он, в принципе, может доиграть на обезболивающих. Сами был на двух тренировках и сам просто извел желание, что принять участие в этом матче. Вот так бывает, игрок сначала отправляется на больничную койку, но сбежал с нее Лаконен ради того, чтобы сыграть свою любимую игру. 1-0, вторая минута Динамо Казань ведет после точного удара со штрафного Сами Лаконен. Сам Сами Лаконен в интервью говорит, что пока травма не беспокоит его, а что дальше будет, неизвестно. Тем временем подгоняемые холодным мы февральским ветерочком «Динамовцы» Казани продолжали атаковать ворота Кировской Родины. Наиболее заметным в атакующих порядках «Динамовцев» Казани был Максим Пахомов, и он стал автором второго мяча в ворота Дмитрия Вершинина, голкипера Родин. К моменту совершения этого игрового эпизода прошло всего 7,5 минут. И кировчане уже в задумчивости, что же происходит. За 7,5 минут пропущено два мяча от хозяев поля, от команды, которая традиционно считается принципиальным соперником для Кировской Родины, особенно в свете последних трансферных событий, которые превратили сразу нескольких хоккеистов-кировчан в игроков казанского «Динамо». 13 минуты первого тайма. Алексей Гладышев выдает пас на дугу, и Денис Слаутин неотразимо бьет в дальний верхний угол ворот Вершинина 3-0 в пользу «Динамо» Казани. Сложный скачащий мяч удалось укротить Денису Слаутину и у Вершинина, чтобы парировать этот удар, шансов практически не было. Трибуны по случаю третьего успеха «Динамо» в Казани у ворот соперника заладили молодцы-молодцы «Динамо» чемпионы. Какие же разные все-таки болельщики на трибунах стадионов у «Динамо» в Казани. И старый млад, что говорится, в едином порыве болеют за любимую команду. И команда отвечает яркой атакующей игрой, правда не все моменты у ворот соперника завершаются взятием тех самых ворот. Соперники атакуют редко, но метко, однако не настолько, чтобы пробить пока голкипер «Динамо» Казани Андреса Бергвеля. Впрочем, и Дмитрий Вершинин после трех пропущенных мячей несколько раз спасал свою команду в непростых ситуациях. И все же Родина тот соперник, который не сдается при любом счете. И в одном из моментов на 36-й минуте после розыгрыша углового удара «Динамовцы» пропустили мяч. Нет, не прямым ударом с углового мяча вошел в ворота «Динамо» Казани. А после того, как Андрей Клобуков подключился к атакующим действиям, неотразимо низом ударил в дальний правый угол ворота Андреса Бергвеля. 3-1. А значит, есть повод порадоваться у болельщиков Кировской Родины на трибунах стадиона трудовой резервы, что в Казани. А удар-то у Клобукова действительно получился точнейшим. На 40-й минуте «Динамо» Казани организовала атаку с ударом из-за пределов штрафной. Все того же Максиму Пахомова и счет становится 4-1. Макс Пахомов, в то время как Сами Лаконен залечивал свою травму, потихонечку подобрался к тройке лидеров своей команды по забитым мячам. Теперь он, Игорь Ларионов и Сами Лаконен имеют примерно равные шансы считаться главной забивающей силой команды. Команды, которая после двойного осеннего успеха в Кубке Чемпионов и Кубке России столкнулась с серьезными проблемами по ходу регулярной части российского чемпионата. И в первую очередь по причине того, что буквально половина состава команды в декабре-январе месяцах вынуждена была залечивать травмы различной степени тяжести. Отсюда и результаты не столь успешные, как того хотелось болельщикам, как того хотелось руководству хоккейного клуба. Я себя, как руководителя клуба, не снимаю ответственности за то, как сегодня клуб выступает. Я понимаю, что в хорошем клубе всегда должна быть длинная скамейка. Сегодня мы почувствовали на себе, что такое команда без скамейки. Поэтому будем комплектоваться в следующий год с учетом того, чтобы никакая из травм не подкосила нашу команду. Но и в этом году нашу команду не надо вычеркивать. Я считаю, что мы именно плей-оффная команда. Да, действительно, был завоеван Кубок Чемпионов, потом был завоеван Кубок России, и получился рецидив травм. То есть получилось, ребята играли через «Не могу». Ну что ж, будем делать длинную скамейку, будем собирать команду. Я думаю, что все будет хорошо. Здорово, когда есть уверенность и желание быть благополучным завтра. Однако фундамент любому завтра закладывается именно сегодня. А сегодня, то есть матч против Кировской Родины, был непростым испытанием для «Динамо Казани». В частности, главный тренер команды Андрей Стук в перерыве сказал, что 4-1 – преимущество хорошее. Но это еще не победа, потому что Родина сделает все для того, чтобы игра как минимум не потеряла интриги. На 50-й минуте первый успех во втором тайме празднует Игорь Леденцов. Его удар после розыгрыша углового стал неберущимся для Андреаса Бергболя и защищавшихся «Динамовцев Казань». 4-2 и нужно искать счастье у ворот соперника, потому что два мяча преимущества в хоккей с мячом далеко не всегда приводят к итоговой победе. Особенно если учесть, что Родина во втором тайме играет по ветру и вдохновенно играет. 55-я минута – очередной третий по счету мяч в воротах Андреаса Бергболя. Лучшего голкипера последнего чемпионата мира, действующего чемпиона мира в составе сборной Швеции. Вячеслав Бронников стал автором третьего мяча в ворота «Динамо Казани» и теперь уже все внимание на оборону «Динамовцев». Потому как Родина полностью завладела атакующей инициативой и создает момент за моментом у ворот Андреаса Бергболя. Очевидное преимущество соперника сподвигло главного тренера «Динамо Казани» Андрея Стука взять тайм-аут и объяснить своим игрокам, что и как нужно делать в дальнейшем. А игроки Кировской Родины в амуниции от «Динамо Казань» получили свою порцию наставлений от главного тренера своей команды. Перерыв пошел на пользу «Динамовцам Казани» и они создали несколько моментов у ворот Дмитрия Вершинина. Давненько в эти ворота не направлялись мячи от «Динамовцев». Но контратаки Кировской Родины были по-прежнему опасны и Бергболь в нескольких ситуациях спасает. В частности, после двух ударов Вячеслава Бронникова практически в упор. И все же настал момент, когда Бергболь выручить не сумел. На 60-й минуте Сергей Шабуров все-таки задал мячу ту траекторию, которая позволила ему пересечь линию Казанских ворот. 4-4. Ситуация, прямо скажем, пренапряженнейшая для хозяев поля, учитывая, что впереди еще 30 минут игрового времени. Тайм-аута уже не было возможности брать, так как я уже его взял. Но надежда была только на ребят, что они все-таки найдут в себе силы переломить эту ситуацию и смогут забить и довести игру до победы. Смочь забить – непростое дело. Игра тем временем приобретала острый сюжетный характер. Пострадал даже фотокорреспондент Дмитрий Черепанов уронил на лед стадиона трудовой резервы в Казани человека с фотокамерой, выискивавшего достойный кадр. О таковых по такой игре было предостаточно, думается. Динамовцы Казани после того, как пропустили четвертый мяч в свои ворота на 60-й минуте, сделали много попыток для того, чтобы переломить таки ход поединка. Ход второго тайма, скорее всего. На 62-й, на 64-й, на 66-й минутах они вынудили нарушать правила защищавшихся в то время кировчан. И эти удаления в составе Кировской Родины, похоже, и сыграли решающую роль в изменении сценария игры. Падение в штрафной площади Кировской Родины Алексея Гладышева на 67-й минуте позволило арбитрам назначить 12-метровый удар в тур ворот Дмитрия Вершинина. Исполнитель 12-метрового – сами Лаканин. И есть второй мяч в активе финского регионера казанской команды. Хотя по ходу игры моментов для взятия ворот у Лаканина было гораздо больше. Я не знаю, говорит Лаканин, в чем проблема. Возможно, в том, что три недели я вообще не тренировался. И, наверное, потерял немножко голевое чутье. Хорошо, что два стандартных момента все-таки удалось реализовать. И в следующей игре постараюсь использовать максимум моментов для того, чтобы помочь своей команде. Тем временем пришло время брать таймаут тренеру Родины. Определенно нужна была новая стратегия на оставшееся время второго тайма матча в Казани. Когда вот так за тебя переживают болельщики, играть спустя рукава просто невозможно. Да, собственно говоря, кировчане и не играли так. Да, случилась оказия с несколькими удалениями. Да, инициатива утеряна. Но теперь уже нужно было думать, как провести в атаках последние минуты второго тайма. Преимущество Динамо Казани не столь велико. Всего один мяч. Так что до ничьей хотя бы добраться вполне реально было. Понимая всю важность момента, и динамовцы Казани старались не избавлять атакующей инициативы. Так что игра пошла на встречных курсах, и моменты создавались сто у тех, сто у других ворот. Так что болельщики имели кучу поводов выплеснуть свои эмоции. Вот только Казанским на 85-й минуте повезло больше. Максим Пахомов оформляет хет-трик ворота Кировской Родины и делает счет 6-4 в пользу своей команды. Важнейший мяч Максима Пахомова в матче, который развивался по сценарию триллера. Претензий к галкиперу Вершинину быть не может. Он вытащил мяч из-под перекладины, но первым на добивании был Пахомов. Ну да, тяжело было. Первый тайм полегче, все равно по ветру. Во втором тайме против ветра они побежали. Старались играть от обороны, ловить их на контратаках. А победа любая, она важна. Пусть есть какие-то ошибки, но без ошибок не играется ни одна игра. Так что будем работать, я думаю. В следующую игру будем стараться меньше ошибаться. Я думаю, все нормально будет. А ведь нормально могло и не случиться. Ведь на 88-й минуте стандарт удачно разыгрывает Родина. И пятый мяч оказывается в воротах Бергвеля после удара Александра Ронжина. Учитывая тот факт, что оба главных тренера брали тайм-ауты, до окончания игры еще было время. Около пяти минут. А это по меркам хоккей с мячом более чем достаточно. Хотя бы для того, чтобы одна из команд отличилась. Удаление на 90-й минуте Андрея Морокова и Казань в меньшинстве. И у кировчан есть последний шанс для того, чтобы зацепиться за ничью. Эмоции через край. Много спорных моментов, в которых арбитры проявляют флон на крови. Последняя атака Кировской Родины не завершилась ударом. Андреас Бергвель не стал брать мяч в руки, позволив тому выйти за лицевую линию. Все. Победа. Динамо Казани со счетом 6-5. В супердраматичном и зрелищном матче. Матче, который наверняка заполнится по окончанию сезона 2009-2010 годов. После трех поражений на выезде, Динамо Казань наконец-то одерживает победу в родных стенах. Тяжелая победа, конечно, сегодня была. Но я думаю, что она нам придаст силы в дальнейшем. Нужна была такая победа. Да, очень тяжелая игра была. Тем более, после такого безрадостного выезда у нас в Сибирь, где мы не набрали ни на одного очка, и нужна была такая, просто нужна была победа. Опять наша болезнь неиспользованные моменты. Но, слава Богу, что выиграли. И думаю, мы потихоньку придем в себя, и все будет нормально. Тем более, сейчас плыву прошили до 8 команд. Есть шансы туда у нас попасть. Ну и думаю, все будет нормально. Солнечным днем 14 февраля уже на стадионе «Ракета» в Дербышках «Динамовцы» Казани принимали очередного соперника из категории VIP. Красногорский «Зоркий» – ту самую команду, которая нанесла первое в сезоне поражения «Динамовцам» Казани в Подмосковье. Тот самый «Зоркий», у которого в Казани уже на протяжении 10 сезонов никак не можем выиграть. Надо ли лишний раз говорить о том, что после трудной волевой победы над родиной у «Динамовцев» Казани не было другого желания, кроме как закончить печальную традицию проигрывать «Зоркому» на своем поле. Игроки «Зоркова», в свою очередь, не желали прекращать традиции, тем более приятных для них, и уже в дебюте первого тайма они повели в счете. Петр Захаров завершил контратакующую комбинацию партнеров. Вот так безрадостно для «Динамовца» Казани завершился первый выход к воротам Бергвеля гостей из Подмосковья. Впрочем, буквально через минуту «Динамо-Казань» имел возможность сравнять результат. Герой матча против «Родины» Максим Пахомов оказался с глазу на глаз с голкипером Антоном Ахмеровым, но переиграть вратаря нападающему было не суждено. А момент-то был, согласитесь, стопроцентный. Но не все и не всегда складывается удачно у нападающих «Динамо-Казани» в текущем чемпионате. И сколько уже по этому поводу было сказано и тренерским штабам, и руководствам клуба. Но нереализация стопроцентных моментов остается Ахиллесовой пятой «Динамовца» в Казани. А вот второй выход к воротам Бергвеля хоккеистов Зоркова вновь заканчивается взятием тех ворот. 2-0 уже к 16-й минуте первого тайма автор второго мяча в ворота «Динамо-Казани» Денис Катко. Времени для того, чтобы отыграться, было предостаточно. Да и моментов тоже. В этом игровом эпизоде болельщик был удивлен немало, когда арбитры не назначили пенальти за снос игры Ларионова в пределах штрафной площади гостей. Откровенное нарушение правил, но арбитры назначают штрафной за пределы в штрафной площади. Парадокс? Парадокс. Но и со штрафных можно забивать, если по мячу попадать. Арбитры позже оправдывались неназначением пенальти тем, что Ларионов якобы не был устремлен на ворота. А куда же, простите, тогда нападающий был устремлен, если оказался сбитым в штрафной площади команды соперника. Впрочем, и без этого неназначенного пенальти у динамовцев в Казани была куча голевых моментов, особенно при розыгрыше угловых ударов, коих только в первом тайме было назначено 7 в ворота Красногорского Зоркова. Но ни один удар после розыгрыша углового не оказался результативным. А вот Зоркий, на удивление, легко и свободно использовал всего лишь свой третий момент у ворот Андреаса Бергвеля. Но это был третий мяч в те ворота. 3-0, и Бергвель откровенно расстроен неудачными действиями партнеров по обороне. Третья результативная ошибка не стала последней. Была и четвертая, после которой на табло стадиона «Ракета» высветились вполне разгромные 0-4. До окончания первого тайма еще оставалось играть 5 минут, и болельщики требовали хотя бы пары мячей в ворота Зоркова, чтобы рассчитывать на успех в тайме втором. Атакующей-то инициативой по-прежнему владели динамовцы. Вот только в завершающей стадии этих самых атакующих инициатив удалось результативно сыграть только однажды. После розыгрыша углового голкипер отразил перед собой мяч, и на добивании первой оказался Андрей Мороков. 4-1. Многовато, конечно, пропустили в первом тайме, но хотя бы так. И не иссякаем оптимизм в сердцах болельщиков. Все стали вспоминать, что в декабре месяце, уступая в Москве московскому «Динамо» со счетом 2-6, «Динамовцы» Казани все-таки нашли в себе силы справиться с волнением, исправить ситуацию на поле и сыграть в ничью с действующими чемпионами 7-7. Да, ошиблись многовато, но исправить эти ошибки время еще было. Целых 45 минут второго тайма игры «Динамо-Казань-Зоркий-Красногорск». Из самого начала второго тайма «Динамовцы» Казани стали выдавать для болельщиков совершенно иную игру. Полный прессинг на каждом участке поля и, как результат, момента для того, чтобы начать исправлять ситуацию. В частности, наконец-то был реализован удар после розыгрыша углового. Сами Лаконен забивает второй мяч «Зоркому» после передачи Алексея Бушуева. 4-2. Уже, как говорится, полегче. А еще легче стало после того, как проходит длинная передача «Закидушка» на выход к воротам соперника Игоря Лорионова. И Лорионов забивает третий мяч Антону Ахмерову. 4-3. И болельщик прогнозирует полную реабилитацию за проваленный первый тайм игры против «Зоркова». Игорь Лорионов, напомним, один из трех самых результативных игроков «Динамо» Казани. А также один из тех, кто в январе залечивал травму и не мог играть полную силу. Однако всем планам «Динамовцев» Казани сбыться было не суждено. Арбитры встречи с завидным постоянством в течение пяти минут удалили с поля трех игроков команды хозяев. И от былого преимущества не осталось и следа. Конечно же, в численном меньшинстве, да еще в таком, нужно прежде всего уделить внимание обороне. А оборона не усмотрела точный удар после розыгрыша углового, и счет становится 3-5. Да, и при этом счете вполне возможно было достичь приемлемого результата. Но падение Лорионова в штрафной площади во второй раз, кстати, в этом матче, не было расценено арбитрами как повод для назначения 12-метрового штрафного удара. А с обычных штрафных из-за дуги мяч в ворота соперников после ударов «Динамовцев» упорно не летел. А вот ворота самих «Динамовцев» частенько ветром сдувало за пределы поля, так что Бергулю пару-тройку раз приходилось вертать ранку на место. Кстати, больше мячей в этом матче болельщики не увидели, забитых в ворота соперников. 3-5. Очередное поражение «Динамовцев» в Казани от Красногорского-Зоркова, так что печальная традиция непобедная продолжается. Равно как продолжается борьба «Динамовцев» в Казани за место в плей-офф. Ну, мне кажется, прежде всего в каких-то командных действиях было огромное желание победить сегодня после предыдущего поражения. Мы, в общем, выходили играть только на победу, может, за счет этого и выиграли. Я думаю, что сказалась прежде всего усталость. Позавчера провели тяжелый матч, трудный, одержали волевую победу, и первые минуты действительно совершали много ошибок. Чувствовалась какая-то несобранность. Во втором тайме немножко разбегались, стало что-то немножко получаться в атакующей игре, хотя играли против «Петра». Вот, и сказалось, конечно, то, что при счете 4-3 получили три удаления. Вот, и в это время соперник все-таки смог добавить, переломить где-то ход матча, использовать свой момент, а после этого грамотно отыграл в обороне. До начала игр «Плей-офф» в распоряжении команд высшей российской бенди-лиги осталось около месяца по календарю и по 8-10 матчей, чтобы определиться с итоговой позицией в регулярной части сезона. Пока однозначно в числе участников «Плей-офф» могут считаться 5 команд. Это «Кузбасс», «Московская Динамо», «Енисей», «Байкал Энергия» и «Зорка». За вакантные оставшиеся три места в «Восьмерке» скорее всего борьбу будут вести «Уральский Трубник», «Родина», «Сепсельмаш», «Сканифтяник» и «Динамо-Казань». Для татарстанцев, пожалуй, теперь не имеет решающего значения, на кого попадать в первом раунде «Плей-офф». Главное за оставшееся время найти свою игру, залечить травмы и сыграть по весне лучшие матчи сезона. Ну а все подробности этих матчей болельщики всегда узнают из репортажей нашей программы. Это «Видеоспорт». Всем удачи, всем побед!